Это наша победа, это надо сберечь. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С 27 июля по 3 августа в Самаре пройдет общественное обсуждение по выбору места установки памятной стеллы «Город трудовой доблести». Принять участие в обсуждении могут все желающие. Своё мнение о месте установки стеллы жители региона могут высказать, отправив письмо на электронную почту. Либо воспользовавшись специальным ящиком для голосования, который установлен по адресу городской округ Самара, улица Куйбышева, 120, здание управления информацией и аналитики, администрации городского округа Самара, а также в здании администрации внутригородских районов Самары. Напомню, 2 июля 2020 года за особые заслуги Куйбышева запасной столицы по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» президент подписал указ о присвоении 20 городам страны, в том числе и Самаре, этого почетного звания. Говорим сегодня на тему эту с Александром Ивановичем Ряпинецким, доктором исторических наук, профессором. Здравствуйте, уважаемый Александр Иванович. Добрый день. Приветствую вас в этой студии. Спасибо, что нашли время. Вам спасибо. Да, прийти, поговорить. Ну, в Самаре присвоили звание «Город трудовой доблести». Скажите, пожалуйста, а изменится что-то в связи с этим для жителей нашего региона? Ну и, конечно, вообще, что это значит? Вот давайте, что изменится с этого, начнем. Во-первых, ведь, посмотрите, война затронула абсолютно все города и поселки Советского Союза. И только 20 городов удостоены этого звания. То есть это прежде всего гордость за наших земляков, за куйбышевцев, которые своим трудом помогли вот потомкам получить это почетное звание. То есть это еще раз подчеркнет роль куйбышева года Великой Отечественной войны, роль наших земляков и, наверное, усилит интерес к истории Великой Отечественной войны, хотя он, конечно, никогда и не пропадал. И это очень знаменательные события в истории нашего города. Ну а что это значит и что это даст, конечно, жителям? Ну, помимо, конечно, вот такого исторического наследия, а может быть, что это значит в принципе для молодого поколения, поколения уже более старшего? Ну и, конечно, самих ветеранов, Александр Иванович. Ну, начнем с ветеранов. Это прежде всего фиксирование их заслуг. Вот этот знак, это им память, это дань, сколько они вытерпели, сколько они сделали. А для молодежи это, опять же, повод гордиться, повод изучать и повод всегда помнить и не допустить, прежде всего, не допустить того, что было в то время. Когда нашему городу, вот, как я уже в начале программы сказала, присвоили звание «Самара – город трудовой доблести», очень масштабное мероприятие прошло в Самаре. Я сейчас предлагаю вспомнить, как это было. Давайте посмотрим сюжет. Трудовые подвиги жителей военного Куйбышева получили высшее государственное признание. Современники встретили новость о присвоении Самаре почетного звания с ликованием. Ведь почти в каждой семье в годы войны были и воины, которые сражались на фронте, и труженики тыла, поставлявшие бойцам самолеты, боеприпасы, горючие продовольствия. Я считаю, это определенно очень важно, потому что мы должны помнить наших предков, помнить их как бы подвиги. И это действительно большой подвиг. Люди работали на заводах по 18 часов. Это здорово. И это очень приятно, что заслуги людей, которые здесь живут и которые жили здесь до нас, таким образом, так скажем, подтверждены и воплотились. Да, это приятно очень. Вся промышленность сюда была перевезена в годы войны, разрослась. Город был деполевой, а он разросся в тех размерах, которых он сейчас. Добровольцы выстроились на склоне площади в форме крыла Монумента Славы. В руки они взяли таблички с названиями оборонных предприятий военного Куйбышева. В числе волонтеров студент Поволжского государственного колледжа Олег Кудряшов. Во-первых, я очень сильно горжусь своим городом за его заслуги, за то, что он вправе называться запасной столицей Москвы. То, что ему дали такую статус, я, конечно, горжусь. Я безумно счастлив этому. С присвоением почетного звания «Город трудовой доблести» жители поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Несколько минут назад на сайте президента опубликован указ о присвоении столицы нашего региона, городу Самаре, звания «Города трудовой доблести». И сейчас, уже сейчас, праздничный салют, посвященный этому историческому событию, присвоению звания, высокого звания, в честь наших великих дедов, в честь тех, кто ковал победу в тылу здесь, в Самарской области. Салют. С сегодняшнего дня подвиг куйбышевцев заслуженно увековечен. В годы Великой Отечественной войны жители нашего города показали пример беззаветного служения Отечеству и продолжили свой подвиг в послевоенные годы, создавая надежный щит государства. Я с тобой, а ты всегда со мной. Звание состоялось 2 июля. Сегодня у нас на календаре число 29. И вот все равно эта тема каждый день на слуху, так или иначе, да, Александр Иванович? Ну вот у меня сейчас будут вопросы, начинающиеся со слова «почему». Почему именно куйбышев стал запасной столицей? Почему именно в наш город эвакуировались предприятия? Опять же, знаменитый объект связи 15. Почему сюда планировалось перевезти правительство? Мы много «почему» и не всегда мы можем точный дать ответ. Вот начнем с запасной столицы. Почему именно куйбышев стал запасной столицей? Мы имеем постановление Государственного комитета обороны от 15 октября 1941 года, где написано об эвакуации столицы. И дальше идет, какие правительственные учреждения эвакуируются в куйбышев. У нас нет вот точных, так скажем, данных, почему куйбышев, потому что мы из воспоминаний знаем, что назывался Свердловск, нынешний Екатеринбург. Американское посольство было уверено, что переедут в Казань и даже туда отправило часть своего оборудования. Был выбран куйбышев. Но мы с большой долей вероятности можем все-таки определить, почему именно куйбышев. Во-первых, это железнодорожный узел. В куйбышеве сходятся дороги Урал, Средняя Азия, Дальний Восток, Москва и так далее. То есть, который имеет общее сообщение со всеми объектами георгическими. Это первая причина. Вторая причина – Волга. Все-таки это левобережье Волги. Волга – это естественная преграда. Немцы ведь рвались прежде всего танками. И вот они разрезали танками нашу оборону, а Волга препятствовала бы этому. Это, наверное, вторая причина. Третья причина, которую мы тоже, наверное, можем достаточно четко определить – это то, что все-таки куйбышев, он находился равноудаленно и от фронта, и от Москвы. И фактически это два часа, и самолеты – это в Москве, это на фронте. То есть, это тоже одна из причин. Ну и потом все-таки, как в мемуарах мы можем прочитать, Сталин не хотел переносить столицу страны в столицу какой-то автономной республики. Поэтому Казань предлагали, Казань отпала. А вот куйбышев полностью устраивал вот в этом отношении. И поэтому понятно, что у нас совершенно уникальная роль в годы Великой Отечественной войны. Мы – запасная столица. Фактически, ну вот запасная столица – мне не очень нравится термин. Лучше может быть военная столица, столица, где осуществлялось оперативное управление. Ведь здесь был Совет народных комиссаров во главе с первым заместителем Совета народных комиссаров Вознесенским, который управлял всей территорией по Волжье, Урала, Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока. То есть фактически вся тыловая территория управлялась из нашего города. Только фронтовые, прифронтовые губернии, вот области, отсюда не шло управление. Все остальное ведь шло отсюда. Александр Иванович, ну а тем не менее бункер Сталина-то построен был, и колоссальные ресурсы в его возведение тоже были вложены и потрачены. Но вот скажите мне, пожалуйста, как историк, все-таки был Сталин в Куйбышеве? Вы знаете, никаких документов нет. Никаких документов. То есть до подлинного подтверждения. Да, есть воспоминания о том, где говорится, что он якобы два раза ночью прилетал в Куйбышев и посещал этот бункер. Но, с другой стороны, вот он прилетел в Куйбышев, да, у него здесь дочь, которую он очень любил. Вы сейчас предположение, да, оставите? Да, предположение. Ну, как он с ней не встретился? Ну, разумеется. Он бы, наверное, все-таки встретился, ее привезли хотя бы там на полчаса, на 20 минут, но она об этом ничего не пишет. А у ней воспоминания 20 писем другу очень откровенные, подробные. И она пишет о том, как ее на самолете привозили в Москву для встречи с отцом. Два раза она туда летала, и ну как не встретиться? Потом есть журнал посещений Сталина посетителями. Там нет перерывов, где бы могли мы сказать, что вот, тут ничего не отмечено, его никто не посещал, очевидно, он был в Куйбышеве. Там есть в 43-м году, когда он три дня никого не принимал, но сейчас совершенно известно, он на Калининский фронт выезжал. Ну, тогда это тоже было тайной. Вот такого нет. Поэтому, как бы нам не хотелось, может быть, что здесь был Иосиф Сырионович, но, наверное, надо сказать, ну, с большой-большой долей вероятности, что он тут не был. Александр Иванович, как историку я не могу не задать вам вопрос, какими, может быть, еще интересными фактами поделитесь в нашей сегодняшней программе, связанной с Куйбышевым, с запасной столицей, может быть, с жителями. Знаете, какие-то истории, которые вот лично вас до глубины души потрясли? Ну, это, вы знаете, вот вся история Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, она действительно, она потрясающая. Я часто говорю, что вот есть такое выражение, оно уже вошло во все, так скажем, учебники, что вся страна жила одной жизнью. Все города, все села, все жили одной жизнью под лозунгом «все для фронта, все для победы». Абсолютно верное выражение, но Куйбышев все-таки вот на этом фоне выделяется. Он жил несколько иной жизнью. Вот провинциальный, в принципе, провинциальный город, да, хоть и центр области, 390 тысяч человек. Вдруг появляются машины, которые здесь никогда не видели, на них развиваются флаги иностранных государств, появляются лица, люди во фраках, которые заполняют театры, появляется очень много чиновников. Жизнь города кардинально меняется, а потом ведь громадная эвакуация, и уже в конце октября Куйбышев настолько переполнит, 700 тысяч человек. Статбюро говорит 700 тысяч, 390. Да, да, да. И понятно, что принимается решение о том, что в Куйбышев эвакуация закрывается. Это тоже очень такое серьезное решение, оно оказало большое влияние. Сюда же очень много стремились, а въехать нельзя, а если кто-то смог въехать, им же карточки хлебные не давали. Поэтому здесь вот Гроссман, кстати, хорошо очень это описал, когда Женя Шапошникова не может получить прописку, хотя у ней отец, герой гражданской войны, и одна из улиц Куйбышева названа его именем. Это действительно было так. Ну и, конечно, это беспримерный героизм. Вот молодой человек действительно сказал, 18 часов работали, а то и 20 работали, а иногда, когда необходимо было ускорить выпуск военной продукции, завод полностью отказывался от выходных, переходили на круглосуточную работу, 2-3 часа. На сон буквально полчаса. Да, здесь же на заводе и снова к станку, к станку, к станку. И это, конечно, вот, ну, здесь можно очень много говорить, очень много приводить примеров, и потом вот все, ну, голодное время, что говорить, и голодали, и все. И те же самые дипломаты пишут, что вот на магазин, где они отоваривались, и где было очень много продуктов, не было ни одного покушения. И они даже удивляются, что в других странах обязательно были бы попытки разграбить этот магазин. То есть все все понимали, понимали ситуацию, понимали в каком это... Я хочу вернуться все-таки к общественному обсуждению по выбору мест установки памятной стелы. Вот принятие участия в обсуждении могут все желающие. Своё мнение на месте установки стелы жители региона могут высказать, отправив письмо на электронную почту. Сейчас вы её видите на экранах. Запишите, пожалуйста, уважаемые телезрители. А также можно воспользоваться специальным ящиком для голосования, который установлен по адресу Самара, улица Куйбышева, 120. Я объясню это в здании управления информацией и аналитики администрации городского округа Самары, а также в зданиях администрации внутригородских районов Самары. Вот сейчас вы как раз видите эти адреса у себя на экране. Вот именно так можно будет проголосовать за выбор места для стелы. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вот вы будете голосовать? Обязательно буду. Я считаю, что это просто долг каждого куйбышевца проголосовать. И здесь, конечно, будут очень много споров. Называется безымянка. Но и все заводы Куйбышева работали на фронт. Абсолютно все. И все достойны, чтобы вот это место было увековечено. У нас есть еще один очень интересный сюжет, посвященный Куйбышеву, запасной столице. Александр Иванович, давайте посмотрим вместе. С удовольствием. О трудовом подвиге куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны рассказывает один из залов музея Ильдара Рязанова. Здесь представлены уникальные экспонаты, предметы быта, которыми пользовались жители в военные годы. Это чемоданчик инженера. В Куйбышев было вырвано более 20 промышленных предприятий, которые составили основу авиационного кластера промышленности в нашей области. В экспозиции представлены и видеозаписи воспоминаний детей войны. В проекте «Живой музей» можно из первых уст узнать о том непростом времени, когда для победы трудились все – и взрослые, и дети. Он представляет собой в Мадах видеоинтервью с представителями поколения детей войны. И многие из них начали свой трудовой путь, трудовую деятельность именно в годы Великой Отечественной войны. И среди этих интервью много тех, кто как раз вложил свой вклад в трудовой подвиг нашего города в годы Великой Отечественной войны. Особые заслуги Куйбышева, запасной столицы, где ковалось оружие победы, отметил президент России Владимир Путин. По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» глава государства подписал указ о присвоении 20 городам страны, в том числе и Самаре, почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание, считаем, это заслуженно нам наградили. Эти люди отдали всю свою силу и энергию, и будут носить это до конца своей жизни. Это высокое, почетное звание, трудовая доблесть для города Куйбышева, Самара. В войну весь народ, весь народ. В деревне хлеб выращивали, на заводах машины делали, моторостроитель моторы делал, наши самолеты делали, другие заводы, другие продукции делали. Для фронта нужно было очень много, очень много. И поэтому я считаю, что молодежь, даже молодежь, которая работала, в основном молодежь работала, они имеют, как говорится, право получить вот это высокое звание. В честь присвоения Самаре высокого звания и в память о подвиге куйбышевцев в годы войны в Самаре появится Стелла «Город трудовой доблести». Где она разместится, выберут сами самарцы. Своё мнение о месте установки Стеллы жители могут высказать, отправив письмо на электронную почту, либо воспользовавшись специальным ящиком для голосования, который установлен по адресу город Самара, улица Куйбышева, дом 120, в здании Управления информацией и аналитики администрации Самары. Голосование продлится до 3 августа. Наиболее популярные варианты места для установки Стеллы в начале августа будут вынесены на общенародное голосование. Спасибо моей коллеге Ларисе Шалафаст. Она еще раз рассказала, подробно объяснила, как и каким образом можно будет проголосовать. Ну, а я хочу, Александр Иванович, вас спросить вот о чем. Общеизвестный факт, что город Куйбышев внес значительный вклад именно в ускорение победы. Сюда предприехали предприятия из западных территорий Советского Союза. Но вы знаете, на мой взгляд, это люди, которые в основном, ведь это же были женщины и дети, вчерашние школьники, именно они вот встали к станкам, заменили своих отцов, мужей. Вы знаете, я общалась много с ветеранами, и вот говорят, человеческая память очень избирательна, она запоминает только хорошие. Но меня поразило очень то, что они помнят вот настолько такие мелочи и детали тех военных лет, лишение голода, и об этом рассказывают. Вот я думаю, что для ветеранов это вот тоже такая значительная толика, что наш город присвоен на такое почетное звание Самар Трудовой Доблести. Да, конечно, это их заслуги. Вот вы сейчас упомянули женщины, если мы возьмем статистику, только две цифры, 28% женщин работают на предприятии Куйбышской области до войны. Конец войны 52% женщин. То есть они действительно заменили полностью ушедших на фронт мужей. А потом, кто ведь приходил? Вот мы смотрим списки. Домохозяйки, библиотекари, даже одна балерина. Они все пошли работать на завод и работали действительно по 12-18 часов, все отдавая победе. И даже вот дети, особенно сельские дети, они же постоянно находились на работе. Да и фактически городские, начиная с 12 лет, они уже выходили к станкам, они уже работали. И вот это вот ящики, это же не действительно подставляли ящички, чтобы вот эти маленькие мальчики и девочки точали детали. И это работа, 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 работа на износы такое. Конечно, не забывается. У меня один ветеран тоже в Бесиде, мы снимали проект «Имена Победы», сказал о том, что работали в поле, работали на износ, было, ну, порядка ему, может быть, с 8-9 лет. Лошади все, лошадей всех забрали на фронт и запрягали коров. Он говорит, я видел, как коровы плачут. Вот это пережить войну, это, конечно, очень-очень тяжело. Но вот тем не менее, скажите, пожалуйста, Александр Иванович, может быть, есть такая историческая справка? Вот наш город лидирующих был в каких-то позициях, я имею в виду вот как запасную столицу, либо все города внесли свой вклад наравне? Вы знаете, все города работали на фронт, все города работали на Победу, но вот у нас, может быть, сейчас идет восстановление исторической справедливости, потому что мы все знаем танкоград, где выпускались Т-34, Иосиф Сталин танки, но как-то вот умалчивали, что все подшипники-то для этих танков делались прежде всего здесь, в Куйбышеве. Первый завод, который начал делать подшипники для танков, это 4-й ГПЗ, бывший первый ГПЗ эвакуированный. 6 декабря первый подшипник был выпущен, а потом уже началось серийное производство подшипников. Это и танки, это и, безусловно, самолеты на наших подшипников, это и машины на наших подшипников. То есть мы можем сказать, что Куйбышев – это была подшипниковая столица страны. Но про Ил-2 это тоже мы, я думаю, все знаем. Это практически больше половины самолетов, самых эффективных самолетов Великой Отечественной войны, было выпущено на наших предприятиях. Ил-10, новейший истребитель, тоже был выпущен на наших предприятиях. И здесь столица самолетостроения однозначно. Вы знаете, потом ведь у нас были предприятия, о которых мы тоже, может быть, не очень говорим, но они были единственными. Трубочный завод. Трубочный завод, да. Он делал и взрыватели, и делал снаряды для «Катюш», бывшей трубочной Масленникова. Потом у нас был сюда, к нам эвакуирован, Таганрогский тральный завод, который делал тральное оружие. Он был единственным в стране. Потом мы, когда говорим о войне, все-таки мы, наверное, забываем, что оружие хорошо, но ведь воюет-то человек, у него есть свои потребности, человеческие потребности. Надо бриться, надо мыться. И опять же, наши химические заводы производили единственный для армии зубной порошок, они производили мыло, они производили одеколон для офицеров, и это тоже было необходимо. А сколько, значит, походных кухонь, всевозможных... Одежду опять решили, да. Ведь ни одно предприятие не было, чтобы оно не работало на войну. И даже вот эти знаменитые снегоступы, они тоже делались у нас. То есть у нас, конечно, вклад колоссальный. Вот его даже трудно оценить. Александр Иванович, а вот когда мы говорим о эвакуации завода, вот эвакуация и все, а ведь это же не просто процесс перевода, перевозки всего оборудования сюда, но ведь и руководство завода, допустим, с какого города эвакуировали сюда завод, и вот наладить взаимоотношения между куйбышским руководством и завода, которые эвакуировали сюда, это же ведь тоже очень сложный процесс, который нужно наладить. Верно я понимаю? Конечно, конечно. И потом надо было же еще и взаимодействие между заводами, надо было, вот как сейчас модно говорить, вот эти все логические цепочки выстроить. Ведь, опять же, мы говорим, что Куйбышев уникальный город, что здесь впервые был построен замкнутый цикл самолетостроения, от гаечки до самолетов, которые взлетали и истребляли фашистов. Это, еще раз подчеркну, первый, нигде такого не было вообще на территории Советского Союза. Абсолютно уникальная. И, наверное, предопределили вот эти военные годы, что Самара сейчас по праву называют Самарой космической. Самара космическая, безусловно. Если бы не было самолета строительного комплекса, не было бы и космического комплекса. Вообще война дала мощнейший импульс для промышленного развития страны. Александр Иванович, как вы считаете, все-таки присвоение Самаре почетного статуса город трудовой доблести будет ли способствовать сохранению исторической памяти для нового поколения граждан? Мы сейчас увидели в сюжете, что очень искренне памятно относятся молодые люди вот к тем событиям Великой Отечественной войны 75-летней давности. И они знают о войне, они читают. Вот как будет далее сохраняться вот эта историческая память? Как вы считаете? Да, я думаю, что в Самаре очень много делается для сохранения исторической памяти. Это прежде всего и парад памяти, и юбилей Седьмой симфонии Шостаковича, и памятник Шостаковичу, который был установлен в прошлом году. Это и аллея славы, это и монументы, памятники и так далее. И вот этот знак... А как город украшается к 9 мая каждый год, да? Да, да. Какие очень красивые-то пиарные фигуры появляются. Вот ленты георгиевские. И огромное спасибо администрации, потому что город, ну, просто преображается, конечно, к 9 мая. И вот очень много стендов, и самое, наверное, интересное, что молодежь стоит и читает, читает, читает. Молодые семьи с детьми, молодежь. В общем, все это... И вот появление этого знака, она вписывается вот в эту политику города по сохранению исторической памяти. И, конечно, вот то, то, что связано было и с, ну, можно даже сказать, с борьбой за присвоение, потому что там очень много городов претендовало на это. Претендовали на это звание, да? И всего 20. Всего 20. Вот. И, конечно, и вот то, что происходит сейчас, и будет открыта, опять же, аллея трудовой доблести, это, конечно, будет способствовать вот сохранению исторической памяти. Александр Иванович, а я хочу в конце предоставить вам слово, для того, чтобы вы обратились к самарцам, вот, чтобы они проявили активность при выборе места установки памятной стелы. Ведь именно мнение наших жителей в этом вопросе должно стать определяющим. Да, конечно. И я думаю, что здесь, ну, как-то, наверное, не надо даже призывать. Я думаю, что вот у каждого самарца в крови вот это вот понимание того, что сделал город в годы Великой Отечественной войны. И вот этот знак, это будет еще одно свидетельство от роли Куйбышева, об особой роли Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. И я думаю, что все самарцы примут участие в этом голосовании. Ну, а уж где он будет установлен, это, опять же, зависит от нас с вами. Спасибо большое. Ну, а я в конце программы еще раз хочу напомнить, что принять участие в обсуждении могут абсолютно все желающие. Своё мнение о месте установки стелла жители региона могут высказать, отправив письмо на электронную почту, либо воспользовавшись специальным ящиком для голосования, который установлен по адресу Самара Куйбышева, 120, здания управления информацией и аналитики администрации городского округа Самара, а также в зданиях администрации внутри городских районов Самары. Ну что же, Александр Иванович, спасибо вам большое за очень интересную беседу, за те исторические факты, которые вы сегодня рассказали в нашей студии. Ну и, конечно, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Это наша победа. Это нужно сберечь. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова